От купальника такой след на бедрах остался. Я, конечно, очень довольна такой погодой, потому что в Москве было холодно. Но вот проводить прямые эфиры, находиться долго на кухне, тем более у родителей все равно самый обычный дом, где нету кондеров. Где сложновато, конечно, потому что у нас там в квартире три кондиционера. И когда у нас была температура по 35 градусов, я заходила домой, где было стабильно 19. Поэтому мне пока тяжковато физически вот так перестраиваться. Но стараемся, радуемся, потому что вы прекрасно понимаете, что ваше внутреннее состояние, это зависит не от внешних все факторов, это зависит от внутреннего вашего ощущения. Поэтому если внутри хорошо, то эта вся фигня вас отвлекать просто не будет. Поэтому учитесь делать так, чтобы вот тут вот было хорошо. Понятно? Привет, привет, мои девочки, привет, мои хорошие. Поэтому если с моего лба потечет пот, не обессудьте. Тут, конечно, есть мой друг. Поздоровайся, поздоровайся. Мой прекрасный вентилятор, которому уже лет 15. Но я буду как в рекламе. Бритвы для ног. Они же постоянно там с ветряными волосами. Так, девчонки. Ну все, поприкалывались. Привет, привет, девчонки. Поприкалывались. Давайте, нажимайте сердечки, если информация вам доходит, и мой голос не искажается моим прекрасным товарищам. Нормально все? Жду сердечки. Это ваша обратная связь, чтобы я не была как дебилка и не вещала тут в пустоту какую-то. Кать, привет. Все, вижу, сердечки пошли. Спасибо, мои хорошие. Нифига себе. В инстаграме что, сердечки белые стали, девочки? Ой, блин. Это авокадо. Посмотрите, у вас тоже сердечки белые, да? Ее не замечала. Нифига себе. О, смотрите, белые. Реально белые сердечки, девочки. У вас так же, да? А когда они так обновили? Ничего себе. Так, мои красотки. Подождите, я поярче экран сделаю, чтобы себя видеть. Да, черное-белое. Прикиньте, сердечки. И, Гулечка, тебя послушаешь, прям жить охота. Спасибо огромное, Мари. Поэтому заходите почаще в мои прямые эфиры, чтобы ощущать себя абсолютно счастливыми людьми и привыкать так жить. Но что это все дело привычки. Так, все. Давайте на вопрос поотвечаем. Гуля, а можно бегать? Да, девочки, конечно же, можно бегать. Запоминайте одну информацию, которая должна засесть у вас в голове раз и навсегда. Бег, ходьба – это естественные настройки вашего тела. Если вот этого бега и ходьбы в вашей жизни мало, то поэтому начинаются застои в вашем организме и тормозится обмен веществ. Из-за того, что сейчас очень много сидячей работы. У меня есть девчонки, которые в полиции работают, которые менеджерами работают по продажам, которые сидят за компом, обзванивают клиентов. Есть девчонки, которые, например, учителя, тоже очень много сидячих моментов заполнять, вот эти тетрадки, что-то делать. И именно из-за того, что ваш образ жизни превращается в сидячий, происходят такие косяки с вашим телом, как ожирение. Такие косяки с вашими суставами, как болезни суставов. Кровообращение начинает нарушаться. И все это приводит к тому, что здоровье в общем становится хуже намного. Чтоб оно хуже не становилось, соблюдайте обязательно физическую активность не менее 10 тысяч шагов в день. Это не от балды взятая цифра. Ученые проводили долгое время исследования и выявляли ту цифру, количество шагов, потому что людям было проще высчитывать из-за современных гаджетов, которые благотворно влияют на ваше общее состояние тела в целом. И это оказалось 10 тысяч шагов в среднем. Поэтому делайте обязательно, когда мне начинают рассказывать, что я не могу столько проходить. И особенно, когда это говорят девочки, у которых маленькие дети. Ну, пошла на улицу гулять, уложила ребенка в коляску. Не сиди, не поджирай смака на скамейке. Иди гулять с коляской. Иди гуляй, гуляй, как это делала я. Наворачивай круги. Потому что сейчас из-за твоей лени страдает твое будущее ты. И сейчас из-за твоей лени страдает твой ребенок, которому ты не дашь нормальные пищевые привычки, нормальные жизненные привычки, нормальные привычки активности. Чтобы этого не происходило, вы должны не жить на автопилотах. Не жить. А жить осознанно и отслеживать каждую свою мизерную лень. Тогда у вас все будет получаться по щелчку пальца. Тогда вам все будет даваться легко, потому что каждый раз, когда вы будете отслеживать плохую мысль, каждый раз, когда вы будете отслеживать свое, я не хочу это делать, я хочу делать по-другому. Или каждый раз, когда вы будете отслеживать, я хочу торт, вы будете понимать, что это в вашу жизнь никакой пользы не приносит. Тем самым осознанно вы будете фокус своего внимания перемещать на хорошие вещи, на активные вещи, как ходьба. Тем самым это все будет менять вашу жизнь маленькими-маленькими крупицами и по итогу люди на вас будут смотреть через 5 лет и думать, офигеть она везучая, офигеть у нее все круто, хотя на самом деле везучие вы себя сделали сами, потому что не потакали своим капризом и своей ленивой жопоньки. Поэтому, девочки, живем осознанно и отслеживаем каждые негативные моменты, которые происходят в нашей голове, потому что наша голова, наши мысли, наш ум, который должен нам подчиняться, иногда играет такую злую шутку, как берет нас в рабы, наше полностью то, что должно работать на нас, вот это наше мышление, оно делает нас своими рабами. И мы начинаем бояться всего, перестаем добиваться каких-то результатов, просто потому, что мы себе почему-то какую-то фигню внушаем, в это начинаем верить. Хотя на самом деле внушить можно как хорошие вещи, так и плохие вещи, но многим из вас проще внушать плохое, потому что вызываются определенные гормоны в вашем теле, задействованные, и они быстрее вызывают чувство привыкания. Вот к чему я веду. Короче, девочки, это все можно поменять очень легко, если вы будете фокусировать свое внимание на хороших положительных вещах. И когда вы подсвечивать будете свои негативные стороны своей жизни, особенно свою лень, которая мешает всем из вас, не мотивация тут ни при чем, лень, лень мешает многим из вас похудеть и наладить свою жизнь. Когда вы будете подсвечивать лень, которая внутри вас сидит, под вашим фонариком, под светом вашего фонарика, взора, он уже не выстоит, он не выживет, потому что вы будете понимать то, что это есть в вас проблема, и проблема уже на 50% считайте решена, потому что вы знаете, с чем надо работать, понимаете? Поэтому выключаем автопилоты, включаем осознанность и понимаем то, что только вы властелин своей судьбы. Не ваш мозг, не ваш ум, не ваши страхи, только вы. Только вы делаете так, чтобы в вашей жизни либо все плохо, либо все хорошо. Я выбираю хорошо, многие из вас выбирают хорошо, но немногие готовы делать что-либо, чтобы настало это хорошо, понимаете? Но хотя каждый день вы должны прилагать усилия, чтобы в жизни у вас все было круто, и у всех все будет получаться, 100%. Я не видела ни одного человека, который делал дел и не получил результата. Я видела миллионы людей, ну ладно, сотни людей, да, которые шли, один раз потыкнулись и забили болт на это все, потому что что правильно? Ну раз один раз не получилось, лень вам шепчет, нахер это тебе надо, не надо делать больше, не худей, да? А хотя на самом деле он бы встал, пошел бы дальше, жизнь была бы кардинально другая. Поэтому, девочки мои, убираем автопилоты, включаем осознанность и живем так, чтобы ваша жизнь становилась лучше с каждым днем. И оно так и будет. Вот другого не дано и точка. Если вы будете прилагать усилия, это принесет офигенные плоды. Если вы не будете прилагать усилия, вы будете в жирном теле, без денег, в тупых отношениях, и ничего нормального происходить не будет. Это факт. Сохрани эфир, пожалуйста, обязательно сохраню. Я в прошлый раз сохранила, и он только сохранился, и потом вылетел, слетел. Да, такое тоже бывает, к сожалению. Скандинавская ходьба, пульс возрастает, как при беге. Лучше ходить, чем бегать. Результат такой же. Кому как, Алла, понимаешь, тут история о том, что кому больше нравится. Господи, зайка мой, давай-ка на меня подуй. Тут кому что нравится. Кому-то нравится ходьба, кому-то нравится бег, кого-то бег вводит в психоз, кому-то бег восстанавливает мысли. Например, мне, когда у меня в голове очень-очень много мыслей, и нет какой-то упорядоченности этих мыслей, стоит мне побегать километра два, и они встают все по местам. Как будто их кто-то раскладывает по полочкам, вот эти книжки. И поэтому тут дело касается только того, что вам больше нравится. Нравится вам ходить, нравится вам бегать, но самое главное, вам не должно нравиться лежать. Вот не должно быть так, чтобы вам нравилось лежать, потому что ваше лежать ни к чему не приведет. Хоть малейшая активность, и у вас все будет налаживаться в системе вашего здоровья, в системе вашего тела очень-очень быстро. Даже мизерный шаг даст вам колоссальный результат уже через полгода, понимаете? Если вы будете хотя бы до остановки ходить пешком, с работы ходить пешком, сейчас есть в велике. Вот, например, каждый вечер я катаюсь на велике по полтора часа. Сегодня опять мы сейчас выйдем, и это добавляет дополнительную физическую активность, помимо того, что ну ладно, тут помою полы, помою посуду. Ну это вообще фигня просто, ладно, позанимай спортом. Вот сейчас начала прокачивать себя по своему марафону карантин, чтобы попу подтянуть к морю. Точнее даже не подтянуть, а чтобы она не упала, и мои тренировки не пошли по одному месту. Потому что я занималась для того, чтобы быть красивой на фотосессии морской, так скажем, да? И чтобы вот это все потерять, мне не хочется. Поэтому сейчас я уже поддерживаю это свое состояние не с помощью спортзала, куда я хожу с тренером, а с помощью своего личного марафона. Тем более там тренировки занимают 10-12 минут. И у меня вот, когда кругом дети, деревенский дом, нет времени, чтобы прям отдаваться по 2 часа тренировкам. Поэтому 10-12 минут активных тренировок, это во, просто ты худеешь и восстанавливаешь мышечную массу какую-то. И становишься подтянутой, не затрачивая времени вообще, практически 10-12 минут в день. Вы в туалете иногда сидите больше, залипаете в инстаграме, в телефоне. Да-да-да, многие же. Так, это действительно, это действительно стало тебя слушать, жизнь наладилась, и работа хорошая, и в семье, и в жизни кайф. О, спасибо огромное, да, мне многие это пишут, но девочки никаким волшебством и чудотворящими эликсирами я тут не торгую. Просто я раскрываю ваше сознание, раскрываю ваши глаза на элементарные вещи, которые вы перестали замечать, а именно они приводят вашу жизнь либо к жопе большой, либо к удовольствию большому. Поэтому спасибо огромное, мне очень приятно. Следите, следите за информацией, которую я вам даю, потому что это все проработано мной, мной с психологом, через марафоны, через книги. Я просто даю вам кладезь информации, которую я почерпнула, и просто одной какой-то волной отдаю ее вам. Так, сейчас подождите, девоньки мои, опять у меня тут слетел этот свет. Привет, привет, мои девочки. Мысли материальные, не соглашусь, девочки, понимаете? Мысли материальные, если вы позитивный человек, то да, вам круто жить с ощущением того, что мысли материальные. А если вы человек, невротик, у которого тревожное расстройство, который привык думать, то что если ребенок не звонит пять минут, который вышел из школы, то что там все пиздец, то вам лучше вообще не верить в это мысли материальные. Поймите меня, потому что вы будете это все ощущать в негативном русле, в негативном ключе. Зачем оно вам надо? Мысли материальные тогда, когда вы шевелите жопой. Вот и все. Вы можете визуализировать до потери пульса. Вы можете лежать, наклеить на свой потолок 10-миллионную бумажку, фотографию огромных денег. Ничего не сработает, пока вы не поменяете свое мышление, которое будет направлено на зарабатывание денег. Когда фокус внимания сместите не с огромной задницы в вашей жизни, а в огромный творческий потенциал, который вам поможет заработать эти большие деньги. Поэтому мысли материальные, я не люблю это выражение, вот честно. Потому что если вы позитивный человек, если вам хорошо, если вы знаете, что добро притягивается к добру, что все в жизни хорошо, все отлично, то да, это крутое выражение. Но как только вы ловите себя на мысли, а если вот это случится, если вот то мысль же материальная, блядь, а я об этом подумала, что будет, то зачем? Нет, девочки, в этом случае ваша мысля, это просто мысля, которая вообще никак с вами, она не связана. Она просто залетела, пусть она так же и вылетает из вашей головы, понимаете? Вы, многие из вас, концентрируетесь на говном мыслях. И в этом ключе никогда не употребляйте выражение мысли материальные. Нихера они не материальные. Ваши мысли, это ваши тупые страхи, которые в 99 и 9 случаях вообще никогда не сбудутся, но жизнь, они вам потрепают конкретно, ваши нервишки, ваше здоровье. Вот поймите. Поэтому мысли материальные только в том случае, когда они хорошие, когда они приносят счастье в вашу жизнь, когда они приносят счастье в жизнь ваших друзей, ваших близких, ваших родных, когда они приносят счастье в жизнь вашего ребенка. Остальное все, что вас пугает, это что вы боитесь, что оно будет материальным, это херня, которая вами выдумана, и этого никогда не произойдет. Понимаете? Никогда это все бред ваш в голове, который есть у всех. Просто кто-то на это остро реагирует, кто-то на это не остро реагирует. Вот и все. Поэтому перестаньте себя гнобить тем, что у вас плохая мысль, и вы боитесь, что теперь это случится. Не случится ничего. Случится только то, что у вас в голове хорошее. Например, вы хотите похудеть на 43 килограмма. Если вы искренне этого захотите, вы похудеете. Но не из-за того, что мысль материальная, из-за того, что у вас фокус внимания будет настроен на нормальное питание, на нормальную физическую активность и на действие. Во! Вот в том случае у вас все будет получаться. Вот тогда мысль материальная. Но сидеть и переживать от того, что «Ой, я, наверное, переела, теперь умр, жирно» или еще что-то будет. И сидеть себя запугивать и думать, что мысль материальная. Но если ты ничего не будешь делать и жрать, и переедать так дальше, да, она в этом случае будет материальная. Но если хоп, ты возьмешь и свернешь с этого пути, и будешь нормально питаться, пошла в жопу эта мысль. Ничего этого не будет вообще. Ты просто себя запугала до потери пульса. И с какого-то перепуга в это веришь. Понимаете? Это все идиотская информация, которая поступала через визуальный канал, через аудиоканал. И почему-то вы это принимаете за свое. Хотя это на самом деле просто где-то услышанное, где-то сказанное нетактичными людьми вам. Например, есть такие люди, которые говорят, «Ты так старше выглядишь своего мужа, тебе сколько лет-то?» И у вас закрадывается мысль в голове то, что «Ой, я, наверное, старше выгляжу своего мужа, мне надо пойти сделать уколы, лицо подтянуть, сиськи сделать, и вообще, если он от меня уйдет, потому что я выгляжу старше, и начинаете себя гнобить, гнобить, гнобить». По итогу вы забываете, что это кто-то вам сказал, и вы начинаете думать, что вы в зеркало посмотрелись, и вам показалось, что вы выглядите стрёмной по сравнению со своим мужем. Хотя на самом деле какая-то овца нетактичная, невоспитанная, у которой в жизни недолюб конкретный, подошла вам, нарушила вашу личную границу, сказала вам идею, которая вас очень зацепила до глубины души, и почему-то вы подумали, что это ваша мысль, и она стала вас пугать. Хотя на самом деле с вами она вообще никак не связана. Это какая-то сучка недоделанная, вам это петануло и ушла со спокойной душой вообще, а вы сидите тут напрягаетесь. Вот когда вы включаете осознанность, вы начинаете фильтровать, что ваше, а что не ваше. Ваше это только хорошо, ваше это только гармония, ваше это только счастье, ваше это только кайф, ваше это только позитив. Остальное, всё, что есть тревожное, это взято где-то там, понимаете? Потому что вы рождаетесь быть счастливым, вы рождаетесь созидать. Вы рождаетесь для хороших эмоций. Всё, что плохое есть вами, это создаётся в вашей голове. Этого даже у многих нет в реальной жизни. Так, Голечка, как ты относишься к марафону по исполнению желания? Отлично отношусь. У меня у самой есть марафон по исполнению желаний, который я провожу один раз в год, а не 15 раз в год, как это делают многие. исключительно в декабре перед Новым Годом, когда у человека закрывается, так скажем, годовой план, либо открывается на следующий год годовой план. Но там у меня исходится не от мистики, как мне, знаете, сколько предлагают, чтобы я прорекламировала марафоны желаний разных популярных блогеров. Я всегда отказываюсь, потому что на моём марафоне желаний... Не из-за того, что я тоже провожу, сучки, я не дам вам заработать на этом. Нет, потому что на моём марафоне желаний мы работаем с психологом Эльшатом Акчурином, и там всё без мистики. Там просто объясняется, как работает ваше мышление, когда вы клеите ту же картинку на калаш. Он объясняет, как работает ваш мозг, когда вы ставите себе цель, и как вы начинаете фильтровать эту информацию, которая вам поступает. И поэтому у вас в жизни всё начинает складываться, потому что у вас включается фильтр на хорошее. Вот как работает карта желаний. А как это всё создавать? Ждите декабря, там у меня будет крутой марафон. Ещё раз говорю, провожу его строго один в год, и 50 мест где-то уделяю, потому что с каждым мы работаем отдельно, и со страхами, и с тревогами. Гуль, какой вид депиляции выбираешь? Бритва. Бритва, бритва, бритва. Потому что я не волосатая, в принципе, и у меня, видите, на руках нет волос, на ногах нет волос. Мы с подругой сидели, как-то пили шампанское. У меня муж уехал в командировку на 4 месяца. И я подруге говорю, я говорю, смотри, я говорю, такая жена, говорю, классная. Мужа дома нет, ноги, говорю, даже не брею. Посмотри, говорю, уже 2 месяца ноги не брила. Она так потрогала и сказала, ни хера себе 2 месяца у меня, говорит, к вечеру, так, если побрею. Мы с ней так ржали, до сих пор так угораем. А так я иногда делаю шугаринку, у меня тут сестра двоюродная занимается. Но для меня это капец как больно. Да, я не готова вот это все терпеть, когда я могу быстренько побрить эти ноги и без боли, без ничего кайфануть просто и пойти. Но сейчас вот мой тренер мне посоветовал эпилятор. Я собираюсь купить фирмы Philips. Стоит 5600 на Валдберрис. Иногда 4800. Вот акцию надо поймать. И она говорит то, что вот эта серость подмышек проходит. Потому что у многих взрослых девчонок, которые давно бреются, либо ходят даже на те же самые шугаринги, есть серое вкрапление вот этих волосиков, где они живут, так скажем. Вроде все побрето, все красиво, но когда руки поднимаешь, ну, слава богу, у меня такого нету, но если вы темненькая, и если волос плотный, темный, то там есть вот этот серый оттенок. И когда делаешь вот этим эпилятором, то волос становится настолько тонкий корень, что кожа становится как у ребенка. Да, на самом деле, я видела, у нее очень все красиво, поэтому я тоже решила себе приобрести. Вот возьму, пока в наличии нет на складе. Его можно использовать даже с пеной для бритья. Представляете? Даже с гелем для душа, по-моему. Сохраните, пожалуйста, эфир, а то на работе не могу посмотреть. Хорошо, мои девочки. Так, блин, я как всегда заболталась, короче. Твой марафон, плоский живот, результат огненный. Катюша, ты у меня огненная женщина. А, так, про депиляцию два раза спрашивали, да? Все, давайте, девочки, дальше на вопросы поотвечаем, пожалуйста, потому что девчонки ждут. Как начать любить себя? 84 килограмма. Девочки мои, если вы думаете, что когда вы станете 56 килограмм, у вас вырастут новые руки, новые писи, новая попа, новые сисюли, то вы ошибаетесь. Это все останется то же самое, просто меньшего размера. Если вы думаете, что вы будете худеть без любви к себе, вы не будете худеть, потому что ваше тело постоянно будет находиться на стрессе, потому что единственное состояние, которое выводит вас из стресса, это любовь, и это дает блаженство. Когда вы находитесь в состоянии любви к себе, ваши гормоны работают как надо, ваше тело работает как надо. И ключевой момент, ваша обменка работает как надо. Как только вы поймете то, что вот вы весите 84 килограмма, смотрите в зеркало, да, и вы понимаете, что бля, я через месяц буду весить уже 79, а через два я уже буду весить 74, а через три я уже буду весить 69 килограмм, а через четыре, пять месяцев во мне уже будет 65, а через полгода я уже буду весить килограмм, там, 59. Я буду абсолютно новым человеком, крутым. Вот когда вы будете держать вот эти эмоции внутри себя, то вот 84 килограмма вы будете, наоборот, себя обожать, потому что вы будете смотреть и говорить, ну, давай запоминай себя пухляшечкой, потому что больше я такой никогда не буду. Вы мои ручки, вы мои ножки, которые ведут меня хорошим результатом в моей жизни. Вы мои ручки, которые будут готовить прекрасную пищу для моего нового прекрасного тела. Мой ротик, который будет кушать хорошую еду. Относитесь к себе, к своему телу, к своим частям тела, как к ребёнку, это всё ваше. Вы получаете жирное, вы себя не любите, вы худая, вы себя любите, а как же, вы к ребёнку так же будете относиться, набрал он вес по жёлтой в жопу, похудел, иди сюда, я тебя залюблю. Нет, это должна быть безусловная любовь. Вы мама вот этого тела, и вы должны его любить в любом его проявлении. У меня есть девочки, которые в 120 килограмм начали со мной худеть, сейчас они весят 65 килограмм. И они тоже не понимали, как можно себя полюбить за сотку. Но когда у них эта любовь случилась, они начали наслаждаться, они захотели себя, они захотели себя целовать. Они представили на месте мужчины и посмотрели на себя со стороны. Они просто себя захотели, потому что, когда женщина влюблена в себя, от неё исходит особая энергетика. И эту энергетику ловят всегда прикольные мужчины, самоуверенные, самодостаточные. Поэтому, если вы думаете, что в вашей жизни, когда придёт плоская жопочка, плоский живот там, и 55 килограмм, всё станет офигенно, то нет, пока не проработана голова, у вас ничего в жизни не наладится. Но также, если у вас проработана голова, и в 90 килограмм у вас всё будет хорошо, и в 50 килограмм у вас всё будет отлично. Поймите это. Это просто теория, которая не требует доказательств. И всё, точка. Вы должны себя любить, и в этой любви вы должны возрождать вот это новое красивое тело. Потому что только в любви оно придёт очень плавно и быстрыми шагами. А без любви вы будете карабкаться на месте, себя ненавидеть, переедать, опять себя ненавидеть, в какой-то порочный круг войдёте, ни хера по итогу не получите, себя возненавидите. А если вы будете баловать себя хорошей едой, если вы будете баловать себя физическими упражнениями, хорошими мыслями, хорошими книгами, хорошими видеороликами из YouTube, мотивирующими, вы поймёте, какие результаты вы начнёте получать уже буквально через дней 20-30, потому что объёмы ваши будут таять, и вы поймёте, то, что 84 килограмма уже нет, а осталось 79. Вы поймёте, что 79 уже нет, осталось 72, и вы поймёте, что 72 килограмм нет, осталось 57. И вы в том теле, в котором вам круто находиться, понимаете? Это делается через медитацию, поэтому если вы знаете людей, которые умеют медитировать, если вы ещё ни разу не... всё заработало, то и у меня есть курс медитации, зайдите в шапки профиля, смотрите, это всё вырабатывается, любовь к себе, это тоже вырабатывается, поймите. Вы себя любите в глубине души, вы просто про это забыли, и надо это вспомнить, потому что вспоминайте детей, им срать, как они выглядят, им срать, если у них пятна на штанах вообще, это заморачивает только взрослые, у нас. Они себя... У меня Ева постоянно себя целует в зеркале, она от себя кайфует просто. У неё нету сейчас переднего зуба, но для неё прям видно, что красивее, чем она девки нету в зеркале просто. Она вот прям... Вот прям вот так себя целует. А где ваша эта любовь, дамочки? Вы так же себя любили? Потому что забыли, забыли под гнётом негативных убеждений чужих людей, что это некрасиво себя хвалить, это некрасиво, это не так, это не так, родители где-то кого-то недолюбили, всё пошло по пизде просто в один момент. Вспоминайте, вспоминайте, это любой человек может вспомнить. Вспоминайте через медитации, вспоминайте через хорошие книги, вспоминайте через психотерапию, вспоминайте, потому что это у нас тут есть. Наше изначальное предназначение просто жить и балдеть. А то, что у вас какой-то в жизни заёб, его вы создаёте сами. Притом многие на ровном месте. Всё начинается с любви к себе в любом месте. Абсолютно согласна. Я вешу 56, у меня рост 152. Мне скидывать-то немного, если ты скинула столько килограмма, я смогу, конечно, абсолютно. Вот это правильная позиция. Если ты смогла, я смогу. Блин, Гуля, так красный цвет идёт. Спасибо огромное. Спасибо большое, девочки мои. Я вас так полюбила, год назад случайно увидела, и теперь вы моя мотивация. Спасибо огромное, девочки. Я не ваша мотивация. Я просто дала вам вспомнить, что есть внутри вас и вашего тела. Ваша мотивация внутри вас уже есть. Просто я подошла, наверное, поднесла спичку к этому, к этой свечке, и она загорелась. Вот так вот можно сказать. Привет, привет, девчонки. Нет вопросов. Спасибо за полезную информацию, огромную мотивацию. Спасибо огромной девочке. Если вы заметили, я немножко изменила траекторию ведения своих в сторис. Теперь будет там много полезной информации. Вы знаете, я против соплей в сторис. Я за пользу максимальную. Поэтому ставьте, пожалуйста, реакции, чтобы я понимала, что обратная связь от вас идёт, и что вы понимаете то, что я хочу вам донести. Так, сейчас, мои хорошие. Можно есть зефир и пастилу. Но я не советую абсолютно. Из чего делается зефир? Вспоминайте правильно. Сахар, пюре и всякая растяжопная консистенция вот эта. Из чего делают пастилу? Правильно, из пюре. Особенно в покупную часто добавляют сахар. А если вы даже возьмёте белёвскую пастилу без сахара, там фруктоза и жопа будет расти так же. Поэтому даже не думайте, что вам нужно и можно это есть. Нельзя и точка. И, ну, если уж прям не втерпёшь, вы знаете, то, что на своём курсе я разрешаю раз в неделю есть всё. Хоть успитесь, хоть обожритесь этим зефиром. Ничего страшного не будет. Так, Гуля, как сделать первый шаг? Как начать? Хватает до вечера настроя. Хватает до вечера настроя, потому что нет пролонгированной цели. Из-за того, что нет вот этой долгосрочной цели, вы хватаетесь за быструю какую-то награду в виде говноеды. Не надо ставить себе задание, что мне 54 дня, надо посидеть на ПП. 54 дня. Вот так вот. Это до психоза вас доведёт максимум. Каждое утро проснулись, сказали спасибо этому дню, что вы проснулись, потому что сотни тысяч людей не проснулись на минуточку. Вы проснулись и сказали, сегодня я выбираю здоровое питание. Сегодня. Не завтра. Не вчера. Сегодня. Поверьте мне, день вот так вот налегке пройдёт. Из-за того, что у вас мозг работает не в то русло, и он пугается, что он будет голодать завтра, послезавтра, ещё через 703 дня, и он хочет это всё съесть, поэтому вас хватает до вечера. Потому что днём вы можете противостоять своим тупым желаниям, а ночью уже психика устает, вы не можете. А если вы будете давать себе задание, даже не задание, а настрой такой, что сегодня я буду здорово питаться, сегодня будет хороший день, сегодня я буду здоровой еде, сегодня я буду баловать своё тело. И вот это сегодня настолько быстро пройдёт, ещё одно сегодня, и послезавтра ещё одно сегодня. А потом пройдёт 5 месяцев, вы посмотрите в зеркало, а там абсолютно другая красивая девочка, у которой горят глаза, которая счастлива, у которой отсутствует злость к жизни, и она живёт в радости. Понимаете? Потому что всё, что с вами происходит, происходит сегодня. Гуль, что сейчас читаешь? Сейчас я читаю книгу про настоящее. Всё виснет, и ничего не слышу. Так, девочки, что, ничего не слышите? Реально, что ли? Ну-ка, давайте, напишите. Я тут сижу, вещаю, блин, а вдруг у вас там затупки? Так, ну-ка, давайте, скажите мне, слышите меня? Чувствую себя преподавателем. Дети, меня хорошо слышно? Девочки, честно, хорошо слышно? Запись сохранится. Всё, Вик, спасибо, ты первая была. Всё, девочки мои, всё, Алла, спасибо огромное. Всё, радочки и мои девочки. Гулечка, спасибо. Вопросов нету, купила курс, и не могу нарадоваться, какое лёгкое питание, всё доступно. Это кто у меня написал? Дайте-ка посмотрю. Южана, Южана, девочка моя, солнышко моё, я очень-очень рада, потому что для создателя такого потрясающего курса, я потому что знаю, что он офигенный, когда его хвалят, это прям у меня внутренний мой ребёнок просто вот так вот сидит и ликует. Поэтому спасибо, спасибо огромное. Так. С чего начать? С чего начать похудение? Потому что вопрос у меня касался вашего похудения. Похудение начинается всегда с головы. Если у вас в голове всё пошло по пизде, мысли врозь, вы не знаете, чего вы хотите от жизни, вы не видите себя через три года вообще никем, вы не любите себя, вы не хвальте себя, не заботитесь о себе, не скрабируете себя, не наносите элементарно маски на свои волосы. Вот я сейчас вообще не выпрямленная, у меня волосы, посмотрите, как блестят после маски. То у вас вся жизнь так пройдёт. И когда есть вопрос, с чего начать, это уже хорошо. Потому что вроде понимание есть, что что-то надо делать, а порядка действий нет в вашей голове. Но для этого есть я, чтобы выложить этот порядок действий в вашей головушке прекрасной. Поэтому, девочки мои, берёте, улыбайтесь в зеркало и говорите то, что с сегодняшнего дня я сделаю из тебя красотку. И буквально через полгода ты себя не узнаешь, потому что ты это заслужила. Я тебя очень люблю. И поблагодарить себя за своё тело, что оно вот такое есть. Даже за опыт, который вас привёл к лишнему весу, надо поблагодарить. Потому что благодаря этому вы сохраните в 50-60 лет красоту и здоровье. Если начнёте сейчас, особенно девочке, которым 25-35 лет, 40 лет. Ай, как всегда моя сеструсочка звонит. Поэтому, девочки мои, когда есть вопрос, с чего начать, ответ один. Начинайте с голобы и с любви к себе. Питание-то вообще, знаете, это в последнем вагоне вообще здорового отношения к себе и похудения. Вот где-то там, в семенях этого поезда. А на первом месте огромный-огромный такой вагон, даже состав вот такой, это называется любовь. Когда вы понимаете, что вы заслуживаете всего лучшего, что есть в жизни. Красоты и денег, счастья, здоровья, секса, хорошего отношения мужчину, мужчину, уважения. То вы начнёте маленькими шагами идти к этому. И у вас всё начнёт получаться чудесным образом. А почему? Потому что вы хотя бы начали делать мизерный шаг, понимаете, к этой жизни. Поэтому с чего начать, с любви к себе. Потом подключайте правильные книги, правильную литературу, правильную информацию, если это обобщить. Потом подключайте правильное питание. Потом подключайте спорт. Потом очень быстро получается шикарный результат. Это всё делается, девочки, в течение 3-4 месяцев. Это всё очень быстро. Просто многие из вас думают, что бессмертные. Потому что 1 сентября начну. Всё, я сейчас буду напрягаться до Нового года, ещё времени много. А потом с 1 января. Потом с 8 марта точно начну. Потом с 1 мая. Всё, шашлыки пройдут, точно начну. Потом опять 1 сентября. Потом хоп, 62. А ты жирная. И ничего не поменялось. Понимаете? А чтобы такого не было, вы должны осознавать, что вы смертный. Это раз. И два. То, что вы у себя одна. И три. Что вы заслуживаете жить в самом лучшем теле, который вы можете для себя создать. Здравствуйте, здравствуйте. Тоже хочу курс. Добро пожаловать, Гулечка. В шапке профиля вся информация. Напишите мне на WhatsApp. Здравствуйте. А тушёную капусту когда можно? И сколько хоть, когда хоть, сколько от тушёной капусты? Жопа не растёт. Скумбрию нельзя жареную в обед? Естественно, без тонной массы. Конечно, можно. Почему нельзя? Вот почему вы исходите с отрицательной позиции сразу? Гуль, нельзя, да, помидоры? Гуль, нельзя, да, скумбрию? Вообще с отрицалого уходите, девочки. Когда вы общаетесь с человеком, вы просто пишите. Здравствуйте, вы сейчас свободны? Не говорите, я вас не отвлекаю. Вот это вот меня вообще раздражает. Когда мне звонят, я вас не отвлекаю? Это уж сразу я второстепенная, вы героиня какая-то. Просто скажите, здравствуйте, вы сейчас свободны? Мы можем поговорить, например, да? Либо, Гуля, привет, помидоры можно? Уже с позиции положительной идёшь. Или там, скумбрию можно? Почему вы сразу идёте, нельзя, да, плохо, да? Вообще меняйте свой фокус вот с отрицалого. Девочки, ничего хорошего это в вашу жизнь не приносит. Блин, Гуля, ты бы видела, у меня даже муж вдохновился, когда я на карантине была и упражнение делала. Он аж прям вдохновился и хвалил, мол, я знаю, ты сможешь, и хорошие, и какие мужья у вас, девочки. Я очень-очень рада. Да, марафон карантина у меня очень крутой, потому что там прорабатываются все группы мышц. И полностью питание моя поддержка. Какая вы клёвая, спасибо огромное. Здравствуйте, привет, Наташа. Так, на карантине впервые в жизни набрала вес до 55 килограмм. Был вес 49, просто паника. А что паника? За вами что, с топором гонятся? Или бы маничела какой-то вас зажала у гаража? Где паника? Посмотрели на весы, увидели цифру 55, поняли, что что-то делали неправильно и начинаете делать правильно. Всё. Хватит относиться к жизни как к чему-то огромному и плохому. Причём тут ваша паника вообще? Причём тут какое-то напряжение? Посмотрели, сделали вывод. Вывод это сделать без оценки. Ни хорошо, ни плохо, не трястись вот так. Сделали вывод адекватным взглядом. Так, я, походу, переедала, что-то я на весах стала побольше. Буду кушать по-другому и хорошо. Относитесь ко всему проще. И всё будет по жизни у вас просто получаться, понимаете? Тоже мне паника, блин, поправился на 6 килограмм. Это херня вообще. Ты от этого избавишься за месяц. И всё будет отлично, как раньше. А вот со своей паникой потом можно походить по врачам и повосстанавливать здоровье. Что думаете про интервальное голодание? Ничего не думаю, девочки. Я вообще считаю, любые методы питания, которые отдалены от правильного питания, когда нагружают себя всякой фигнёй. Можно кушать всё, что угодно в течение 8 часов, 16 часов, потом голодать. Я считаю, это ложь, пиздёж и провокация. Это работает только первое время, потому что всю жизнь вы на этом сидеть не сможете. И по-любому случится срыв почему-то. Почему-то я начал переедать и вес вернулся с друзьями. Вот что будет на ваших интервальных голоданиях, белковых диетах и всяком-всяком-всяком. Да, я видела людей, которым интервальное голодание помогает, но я не видела ни одного человека, кто бы сидел на интервальном голодании лет 5. Нету? Гуль, может как-нибудь сделаешь эфир насчёт целлюлита? Очень хочется услышать. Хорошо. Простите за оборванный комментарий. Ничего страшного, зайка, ничего страшного. Почему стоит вес при правильном питании? Девочки, давайте начнём с того, что вес стоять не может. И точка. Это ваши неправильные убеждения насчёт вашего тела. Если вы всё делаете верно, вес будет падать. Если вы что-то делаете неверно, вес будет стоять. Вот и всё. Но если вы говорите про стоячий, в кавычках, вес, полтора месяца, это не вес стоит, это объёмы уходят. И тело готовится к очередному рывку сброса веса. Вот и всё. Хватит себя запугивать тем, что у вас что-то стоит, и вы не худеете. Если вы делаете всё правильно, если вы сделали фотку до и сделаете фотку после, вот в этот момент, когда вам кажется, что вес стоит, либо замерьте свои объёмы, вы увидите то, что нифига там ничего не стоит, и всё отлично. Понимаете? Это просто ваш мозг, который вас привык запугивать. Так. Сейчас на ГВ врач не разрешила салзам отложить похудение до окончания кормления. Нет. Девочки, почему вы думаете, что похудение это только салзам? Например, отказываетесь от сахарозаменителя и готовите на минимальном количестве сахара, либо добавляете в еду мёд, если вы на грудном вскармливании, либо вместо конфетку шейте сухофрукты какие-то, и ничего откладывать не надо. Я худела на ГВ, и, ну, мне разрешили салзам. Вот это да, мне разрешил мой патронажный врач Еву, который смотрел. И я прекрасно худела, девочки. И даже если вы не откажетесь от сахара на 100%, вы же в картошку, блин, макароны, сахар не добавляете, правильно? Можно соблюдать порцию макарон. Вы же вечером в курочку сахаром не посыпаете, можно соблюдать, значит, ПП. На перекус сделайте себе батончик из этого, из сухофруктов. При ГВ это можно. И сделайте себе батончик, съешьте, вместо того, что плавленый сурок, вы купите какой-то растяжённый с сахаром. Везде можно найти выход. Не надо сразу при малейшем дуновении какого-то непонятного пука отказываться от своей глобальной цели похудеть. Давайте сначала вы сейчас откажетесь. Сахар, вам нельзя при грудном вскармливании, блядь, это авокадо? Нельзя при грудном вскармливании, я откажусь. Потом грудное вскармливание закончится. Вы найдёте другой повод. Мужу надо готовить ПП, он не любит, откажусь, пока муж не уйдёт. Да? Уйдёт, потом будут для себя готовить. Либо на работу устроится, по 6 месяцев будет, будет работать, будут для себя готовить. Он всегда будет с вами. Вам придётся либо правильно готовить на всю семью, либо здоровье у всех пойдёт по одному месту. Потом вы найдёте ещё очередную отмазку, что вам за 45, что сил не остаётся на правильную готовку. Вы всегда будете находить оправдание, чтобы не начать правильно питаться. Хотя это очень легко. Это очень легко. И когда мне девочки пишут, что Гуля, я не смогу придерживаться вашего курса, потому что это очень сложные блюда. Я не смогу просто вывозить эту готовку, стояние у плиты. Я говорю, да ты что? Я говорю, ну-ка покажи мне хоть одно сложное блюдо из моего пакета меню. Естественно, блядь, человек даже не отвечает, исчезает. Потому что там нет ни одного сложного меню, но есть большая ленивая задница, которая даже ничего не прочитала. И считает, что сейчас я что-нибудь пиздану и исчезну, чтобы я что-то потом не скидывать. И пусть она ещё думает, что она виновата, что я не смогу похудеть, да? И всё, девочки. Потому что человек привык с детства придумывать оправдание. Из-за того, что оправдание есть, вы думаете, что у вас ещё много времени успеть это всё делать. Времени нет, и вы не успеете похудеть. Вы всю жизнь проживёте в толстеньком теле и будете думать, что когда-нибудь вы там похудеете. Девочки, которые хотят худеть, они берут здесь и худеют. И у меня вот сотня девчонок похудела, и они мне говорят, Гуль, спасибо, это всё-таки, хотя это они всё сделали своими руками. А есть люди, которые ничего не делают и худеть не будут, да им никто не поможет. Никакой дорогущий диетолог за 100 тысяч долларов не сможет вытащить их из их зоны лени. Потому что ваше красивое тело – это только ваше старание. Ваше старание. Блюда очень лёгкие, даже недорогие. Конечно, попадёт не только легко, но и вкусно. Абсолютно согласна. Спасибо, девочки, за поддержку. Какие самые низкокалорийные источники белка? Девочки, вот вы опять ищите лёгкий путь к похудению. Вот через такие вопросы. Перевожу этот вопрос. Как быстрее похудеть? Что съесть, чтобы быстрее похудеть? Ведь вот это внутренний невроз внутри говорит. Зачем вам низкокалорийные источники белка, когда можно съесть нормальную курочку, нормальную рыбу, нормальную индейку, нормальное морепродукты и не париться? Вот зачем эти вопросы? Потому что ищите лёгких путей. Их нету. Потому что априори похудение – это очень легко. А вам надо, чтобы это было вот так по щелочку пальца и завтра проснулась стройной ланью. Нажирала 17,5 лет жирочек свой на боках. Такого не бывает. Постепенно к вам придёт красота. И даже если вы толстели на протяжении 15 лет и набрали 107 килограмм, то в течение 4-5 месяцев вас не узнает никто. Вы будете колоссальными огромными шагами худеть. Понимаете? Но из-за того, что вы думаете, что 4-5 месяцев – это да хер. А я не хочу столько ждать. Хочу послезавтра. Вы начинаете искать. Слушай, а протеиновый коктейль можно выпить вместо ужина? НЛ. Всё, наберу сейчас коктейли, похудею как за 10 дней с помощью дренажа и диареи, да? Там через фиточи какие-то. И всё будет хорошо. И сидите как дебил вот так вот потом. Набираете обратно это всё. Чтобы такого не было, вы должны понимать, что процесс похудения должен быть плавный, чтобы результат сохранился навсегда. Можно ли запивать еду, например, чай или кофе на завтрак? Да, конечно, можно. Гуля, во сколько можно по времени последний приём пищи за 3-4 часа до сна? Люблю. Это всё. Во время беременности в первом триместре можно ещё скинуть вес? Зачем вы скидываете вес во время беременности? Если вы будете правильно питаться, вы, естественно, будете худеть, если вести 100 килограмм. Это 100%. Но при беременности ваш основной залог должен быть здоровое питание и передача здоровья малышу. И всё у вас будет отлично. Вообще, если ответ хотите, да, вы можете скинуть, если вы вести много. Но правильное питание вам в первую очередь надо для того, чтобы не набрать до хера, потому что там жор нападает на многих при беременности. И чтобы быстро восстановиться после родов, чтобы малыша здорово родить. Жизнь. Почему вместо действий часто хочется ныть? Потому что привыкли. Потому что маленький ребёнок, который поноет, ему и конфетку принесут, и пожалеют, и полюбят. А ребёнок, который радуется, на него часто родители внимания не обращают. К сожалению, 90% семей у нас воспитывают до сих пор на таком уровне отношений. Поэтому, когда Ева болеет, я говорю, Ев, ну пройдёт. Я говорю, пройдёт, иди сюда, полежи со мной, пройдёт. У меня нет вот этого, ты моя девочка, у тебя температура. Вот этого нет у меня. Но когда она веселится, я всегда говорю, иди сюда, обниму тебя, моя девочка. Чтобы у неё не вырабатывалось чувство жертвенности. И что, пожалейте меня всем, мне плохо. Потом нейронная связь срабатывает так, что ребёнок не болеет, уже становится большим взрослым дядькой, да. Но он привыкает ныть, либо тёткой какой-то становится взрослой. Потому что в этом состоянии его и обнимет, и приласкают, если он поноет, и пожалеют. Жертва. Поэтому хвалите и любите своих детей, когда с ними всё в порядке. Не только тогда, когда они себе что-то разбили, и когда они температурят там, не дай бог, либо у них ОРВИ. И любите их, когда они в здоровом состоянии. Обнимайте их, глоти их. Чтобы у них было чёткое понимание того, что когда они радуются жизни, всё круто вокруг, а не то, что когда они дуют, и все их любят. Это неправильная нейронная связь. И, к сожалению, она есть у всех, в том числе она была у меня, потому что меня особо не хвалили объятиями. Ой, не... Короче, меня не обнимали толком в детстве. Я вот этого не помню. И мне не говорили, что я красивая. Меня... Да, когда у меня из носа там кровь пойдёт, мама могла меня пожалеть. Но мама всегда говорит то, что ну нас так воспитали, что я могла поделать. Вот сейчас бы я по-другому воспитывала. Но я её обвинять в этом не смогу, потому что она делала то, что видела вы в своей семье, получается. Поэтому, слава богу, сейчас есть хорошие специалисты, которые показывают, как делать надо и как лучше не надо. И как сделать так, чтобы жизнь ребёнка и твоя была ещё круче. Я очень рада, что я живу в такое крутое время, когда можно получать тонну информации полезной. И применять её в жизни, и получать офигенные результаты. А как после ужина больше не хочешь есть на ночь? Нет, конечно, не хочу, потому что у меня правильные пищевые привычки. И вы хотите из-за того, что пока неправильные у вас пищевые привычки, а когда они восстановятся и станут нормальными, вы тоже будете думать, что... Как я вообще жрала на ночь? Потому что ночью вы должны отдыхать, ваше тело должно отдыхать. А не думать о том, что чем бы перекусить, в холодильнике есть колбаска. Это неправильные отношения с едой. Какие-то тупые отношения с едой. Когда вы хотите съесть на ночь что-то, в виде колбасы, тортика или чего-то, вы должны понимать, что это всё кратковременное удовольствие приведёт к огромной жопе в прямом и в переносном смысле буквально через год. И когда вы чётко представите, что с вами будет через год, если каждый раз вы будете потакать своим вот таким тупым капризом, а не тупые капризы, когда увидите целлюлит на своих ляжках, бака, которые вот так вот прям будут выпирать с джинс, сисечки, которые не спереди, а которые сзади под лифчиком у вас ещё выпирают, четвёртые и пятые, да? Вы увидите чёткую картину того, как вы не хотите жить. И поверьте мне, вот так вот отрежется просто желание пожрать что-нибудь на ночь нехорошего. Можно ли есть ягоды на ужин? Ну, я допускаю, я считаю, что от ягод не толстеют. Вот всё. Да, многие запрещают там после шести есть вообще ягоды. Мои девочки кушают, и у всех всё хорошо. Это всё правда? Что именно? Сколько можно клубники в день кушать и арбуза? Хоть сколько? Вот это я тоже говорю, хоть сколько можно кушать. Чего мне в кармане? Хоть сколько можно кушать, девочки? А, это Еви на эти браслеты. Растяжки самое страшное. Самое страшное прожить идиотскую жизнь, а потом 80 лет понять, что она была идиотской девочкой. Растяжки это не самое страшное. У меня есть девчонки, мои знакомые, подружки, которых мужики так страхуют. У них растяжки, у них там что-то висит. Но их любят и обожают, понимаете? И срать они хотели на эти растяжки, потому что есть внутреннее ощущение счастья у этих людей. И я видела многих девчонок, которые выглядят вот так, изюминки просто. Вы знаете, прям чистые, свежие, вкусно пахнут, сисички стоят, растяжек нет, живот плоский. Абсолютно несчастлива. Абсолютно. И отношение к себе такое же. Поэтому, девочки, растяжки это вообще всё фигня. Если вас любят, вас будут любить и с растяжками, и с обвисшими сиськами, и с большими ушами. Потому что любовь это не подразумевает оценку внешности какой-то. Если там, конечно, не полный капец, и 143 килограмма, да? Потому что интуитивно мужчина будет понимать, что это нездоровая женщина. Потому что здоровьем пылает женщина та, которая 50-60 килограмм, да, например? Что она родит здоровых детей. Это всё подсознание срабатывает. Так. Гольф твоей команде худеющих есть, девочки, старше 50 лет? Если да, то динамика есть. А я вам больше скажу. Их очень-очень много. Динамика офигенная. Моя свекровь похудела на 30 килограмм в 52 года. Конечно. Девочки, перестаньте думать, что если вам за 50, жизнь кончена, и всё пипец. Я вам говорила и буду говорить. В такие моменты представляете чёткую картину, что вам 97. Вы дряблая старушка, которая не может выпрямиться. Волосы у неё седые, ломкие. Она вот уже не какущая. Понимаешь, что доживает свою жизнь. Ходить ей больно, вставать больно. Здоровье вообще ни о чём. И в этот момент к вам спускается ангел. И говорит. Как вас зовут? Сейчас я посмотрю. Оль. И говорит. Оля. Олечка. А давай я сделаю тебе подарок. Ты такую хорошую жизнь прожила. Давай я тебя верну в твои 50 лет. Что сделает Олечка? Олечка от счастья охренеет просто. И прикиньте, вы заснули 97, а просыпаетесь 50. Что вы будете делать? Вы будете проживать жизнь на максимум и кайфовать. Потому что будете понимать, что вся жизнь ещё впереди. И столько же ещё почти не прожито. Понимаете? Хватит ставить на себе крест, которым люди, которым 50, которым 60. Всегда в голове воспроизводите вот эту чёткую картину. Медитативную, метафоричную. Потому что только тогда у вас появится ценность ваших лет. Что всё ещё впереди. Как всегда, истинный глаголичный наш красоткой. Спасибо, моя хорошая. Как похудеть и одновременно подкачать попу. Есть нормальную еду. Сначала похудеть, потом начать приседать весами. И всё. Зачем одновременно всё делать? Если хочешь всё и сразу, получишь нихрена и по чуть-чуть. Запомни. Это любимое выражение моего психолога, когда я там запросы свои давала. Так. Как заставить живот таять? Девочки, не бывает такого, что тает только живот. Вы начинаете правильно питаться, и вы начинаете худеть везде. Если у вас жирочек на боках, уходит в бока. Если у вас жирный живот, уходит в живот. Но он точно уйдёт. Главное, питайтесь правильно, и всё будет отлично. Не надо никого заставлять что-то делать. Это уже агрессивная, тираничная позиция, когда ваше тело будет сопротивляться. А когда вы будете ему объяснять, что ты мой животик, ты будешь у меня плоским, ты будешь здоровеньким. Я буду тебя кормить хорошей едой, чтобы кожа твоя была лучше, чтобы ты работал лучше, чтобы кишечнику моему было комфортно. С такой позиции любви, ваше тело будет отдавать вам свои запасы намного-намного быстрее, потому что он будет понимать, что опасность не угрожает, стресса нет, и что копить нечего. Или же домохозя? Я отказалась пить чай с сахаром, но от шоколадных не могу, прям перебарываю себя. Вы убедили себя в том, что вы не можете без шоколада. Вот и всё. Если человеку 99 раз сказать, что он петух, носу, то и он закукарекает. Запомните вот это выражение. Даже когда вы написали мне сюда это сообщение, буду обращаться по имени к девочкам, Катя. Катя, вы закрепили себе это ложное убеждение ещё, 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 ещё раз, что вы не можете без шоколадок. Теперь возьмите, пропишите сто раз на листочке, я легко и прекрасно живу на здоровой еде, кушаю ягодки. И вот так вот сто раз пропишите, это аффирмация, пусть это станет вашим образом мышления. А не то, что я не могу без шоколадок, я не могу без шоколадок, я не могу без шоколадок. Поэтому, девочки, убирайте свои ложные убеждения, и хватит их подкреплять постоянным повторением этих фраз. Всё вы можете, и без шоколада вы можете, и без сахара вы можете, всё вы можете. Что за бред, вы себе вот придумываете какую-то фигню, и потом перестаёте отслеживать вообще даже эти свои идиотские выдумки. Мне муж сказал, только живот убери, а всё остальное оставь. А ты к мужу подойди и скажи, зайчка мой, давай, пожалуйста, членик свой увеличь на сантиметров 7, ручки сделай накачанными, как у Брэда Питта, и сисечки себе нарасти такие, чтобы где-то как лифчик, чтобы двоечку можно было натянуть. Как вообще так могу? Вот я не могу даже представить, что мужик вот так может сказать, вот, живот убери, а остальное оставь. Как? Вот для меня это дико. Ну, убирай живот, если ты хочешь потакать мужу. А если ты хочешь исходить из любви к себе, то, я думаю, он будет радоваться твоим результатам вместе с тобой. Потому что это как-то жёстко. Убери живот, остальное оставь. Это перевожу его слова. Мне не нравится твой живот, остальное нормально. Ну, поэтому, раз мне не нравится, убирай свой живот. Это жёсткая позиция. Ну, для кого-то это норма таких общений. У меня вот птипыть начинает, когда я вот такие вещи слышу. Летом ходить легче, в огороде всё есть и бесплатно. Ты моя мусина, дорогая, чё звонила-то? Сестра моя тут пишет. Гуль, скажи, от элементарной зарядки будет польза? От элементарной зарядки будет огромная-огромная польза и бодрость на весь день вперёд. И ваша жизнь потом будет меняться просто на глазах. Если вы с утра начнете элементарно делать зарядку. Потому что настрой на хороший день, каждый день делает хорошей ваша жизнь всю. Я бы мужа убрала такого из своей жизни, уж пардоните. Я бы тоже. Вот честно, девочки, я очень жёстко стала относиться. И когда мне начинают рассказывать, ой, пусть он говорит, главный муж есть или ещё что-то. Я вообще не отрицаю, что... Вот многие женщины боятся потерять своего мужчину. Они потеряли настолько себя, что боятся потерять человека, которых обижает, унижает. Я противник таких отношений. Я вообще не верю вот в эту вечность какую-то, когда начинают рассказывать. Я вечно буду с тобой, я не смогу без тебя жить. Все без друга могут жить. Даже я могу спокойно представить, что я проживаю нормальную жизнь без своего мужа. Если даже мы разойдёмся спокойно. Потому что у меня нет вот такого типичного к нему, когда у меня типа привязанности какой-то. Это нормально. Это не значит, что я жестока или его не люблю. Это означает просто, что во мне срабатывает целостная личность, которая понимает, что и без этого человека мне будет нормально. Понимаете? И пока у вас в голове не будет вот этой чёткой картины, вы будете держаться за мужчину и будете потакать его тупым каким-то вещам, капризом, проявлением идиотского характера. Ну, это бред. Это бред. Вы вообще должны в первую очередь быть счастливой для себя. Все. И не терпеть точно тираничного какого-то отношения. Со стороны мужа очень много девчонок у меня терпит. Поэтому я даже сейчас подняла эту тему. Пишут прям такие вещи. Я шахереваю. Извините меня, лучше уж свалить нахер из жизни такого человека и построить свою нормальную жизнь. И всё у вас будет нормально. И детей вы воспитаете, и работать будете. Ещё лучше зарабатывать начнёте многие. И всё будет заебись. Больше страхи, о которых я в начале эфира говорила, вас тормозят. Начать нормальную жизнь нормальным человеком. Привет, привет, мои хорошие. Гулечка, миленькая, я тормоз. Слушай, целый год с тобой, и очень медленно уходят килограммы. Юлечка, мы с тобой сегодня только переписывались. Всё потому, что я себя жалею и жру сахар. Это всё конфеты в мучное. Сама виновата. Юль, иди ко мне на марафон. На вебинар срывы. Потому что тебе он нужен. Но я всё осознала, уверенно шагая вперёд со своими ошибками. Стресс заедала. Ну, стресс многие заедают. Это нормально, пока ты не понимаешь, как работают эти механизмы. Но когда ты понимаешь, ты перестаёшь заедать стресс. Поэтому иди ко мне на вебинар срывы. Это офигенная вещь, которая срывы уберёт вообще навсегда из жизни. Что съесть, когда хочется вредности, типа чипсов, сухарей, шоколады, чем заменить, наверное, капусту, например, огурцы, помидоры, морковку, яблоки, фрукты, ягоды. Очень-очень много замен полезных, которые сорваны с дерева, ключевой момент. Здравствуйте. Можно ещё попасть на ваш марафон, пожалуйста, девочки. Позавчера ещё я закрыла туда вход. Больше даже не объявляла набор. Но сейчас я там вижу очень много вопросов, порядка 50. Давайте открою 10 мест на марафон карантин. Начнётся он в понедельник, через 2 дня. Сразу говорю, сейчас, когда открою доступ, обязательно вводите промокод ИЮЛЬ, который даст вам 40% скидку. Если вы его не введёте, марафон вам достанется за 990 рублей. Если вы его введёте, то марафон достанется вам за 590 рублей всего, мои хорошие. И знаете то, что этот марафон очень быстро вас похудеет, потому что там интенсивные тренировки, всего по 10-12 минут в день. И полностью моё сопровождение, особенно для тех девочек, которые хотят ко мне на курс, но пока не понимают, готовы они или нет. Это для вас офигенный старт, понять вообще, как я работаю, потому что работать вы будете лично со мной. И давайте я подарок сделаю. И девочки, которые, например, не у меня на курсе находятся, кто покажет офигенный результат, я подарю курс свой. А девочки, кто у меня на курсе, если они получат офигенный результат, то я подарю вам свой вип-курс, где все мои рецепты добавляются абсолютно бесплатно, все новые категории. Поэтому не тормозите, не надо мять сисюли, потому что я на сутки размещу вот эту акцию. И знайте то, что результаты будут офигенные у тех, кто будет в этом марафоне уже через 2 недели. А если вас не будет в этом марафоне, у вас результатов не будет, потому что там активные тренировки, активная движуха и я активная. А чем марафон отличается от программы питания, что я уже купила? Потому что там тренировки, видеотренировки, которые записала я сама. Следующий марафон будет в ноябре. Гуля, мне подаришь вип? А зачем я?